Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания и изба вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. И сегодня мы с вами свяжем простой зигзаг. Узор простой зигзаг выполняется за счет переноса петель. Видите, у нас есть иглы, на которые мы надеваем петли, переносим, а есть ажуры. Это те иглы, с которых мы петли снимаем. Переносим петли при помощи декера. Декер, который есть в комплекте, например, конкретно к этой машине, это трехугольный, ну и три иголочки, это максимальный декер в комплектации машины. Не могу сказать, что это очень удобно, постоянно пересаживать таким декером, но многие пользуются тем, что есть в наличии. Вот три иглы. По поводу узора. Узор, ширина узора зависит исключительно от вашего желания. Можно делать шире, можно делать луже. Надо при этом учитывать, что чем шире у нас раппорт, чем больше у нас петель в узоре, тем больше мы телодвижения должны выполнить. Вот таких пересадочек. Итак, у меня есть отмеченные иголки, на которые я надеваю петли. Надела раз и перенесла еще три. Потому что у меня шесть петель. Вот такое количество петель я должна перенести. То же самое я делаю с другой стороны. Переношу раз. Лички закрываются. И второй раз просто подвигаю петли, которые у меня должны быть надеты на средний угол. То же самое выполняю на других раппортах. То есть делаю это столько раз, сколько мне нужно. На самом деле я не могу сказать, что это очень удобно. Есть более удобные способы, например, применение декера нужного количества игол. Конкретно в этом узоре шесть. В комплект этот декер не входит. Его нужно приобретать отдельно. Приобрести такой или другие декеры можно у нас. Они имеют разное количество игол. И вы видите, насколько проще и быстрее становится эта операция. То есть я выполняю перенос петель за один раз, вместо того, чтобы выполнять это за два или более количества раз. Итак, что касается узора. Вот, собственно, и весь узор. Я перенесла петли, поставила все иглы в положение. Ну, в данном случае переднее, потому что эта машина забирает иглы из переднего положения. Если у вас какое-то другое рабочее положение, вы ставите иглы так, чтобы провязались все петли. Два ряда. Итак, два ряда провязали и выполняем ту же самую операцию. У меня количество рядов одного цвета четыре. То есть я делаю четыре ряда одного цвета. И в течение пересадки петель через каждые два ряда. Для удобства я поднимаю все язычки петель поднимателем язычков. Он входит в комплектацию машин с ручной прокладкой нити. Но, если есть такое желание, вы тоже можете у нас его приобрести. Очень полезная в хозяйстве вещь. Вручает меня частенько. Даже на вот такой вот машинке. Сильвер, которая сама поднимает язычки. Так вот, таким образом мы с вами выполняем узор простые зигзаги. Как можно использовать такой узор в изделиях, я вам покажу в следующем видео. А сейчас, если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.